Март может спасти туризм Египта от краха. По крайней мере, на это очень надеются местные власти. Примечательно, что ставки в Египетском министерстве туризма делают на гостей из Казахстана. В следующем месяце запланировано прибытие в Хургаду порядка 5000 казахстанцев. Представители турбизнеса Египта уже успели назвать открытие туров из Нур-Султана началом прорыва в туристическом секторе и еще одним подтверждением того, что на курортах Красного моря приняты все необходимые меры безопасности для отдыхающих. Так ли это на самом деле в материале наших корреспондентов? По признанию владельцев гостиничного сектора, первое, что удивит гостей, это демократия в ценовой политике. Больше половины отелей Хургады готовы умерить свои финансовые аппетиты на 30-40%. За счет перевозки подешевеют и сами туры в Египет. Правда, скептики уверяют, что подобная акция продлится не больше месяца. При выравнивании турпотока местные гостиницы вновь вернутся к былым ставкам. Пока же правила компромисса диктует пандемия. Загруженность египетских отелей низкая, в силе ковидное ограничение на размещение постояльцев до 50%. И самое главное, отсутствуют крупные туристические рынки. В таких условиях выживания местный бизнес не был последние 40 лет. Кроме Казахстана, о своем намерении вернуться на наши курорты высказали с Германией, в раздумьях Италии. Раньше недостаток тех или иных приезжих из конкретных стран Хургада могла компенсировать за счет новых рынков. Однако теперь, после ковидного голода, мы ждем казахстанцев как никогда в жизни. О недолгом скидочном бонусе говорят и представители гостиничных комплексов. В самих отелях ради привлечения туристов готовы снижать цены. Однако даже минимальные скидки грозят заведением разорением. Сказывается общенациональный финансовый кризис. Несмотря на обещания, существенной поддержки бизнесмены не получили и вынуждены, как и все египтяне, сталкиваться с подорожанием практически всех продуктов, а также ренты на оплату помещений. Удержать низкие цены на отдых может лишь один факт – стремительный и массовый штурм курортов туристами, что, несомненно, золотая часть дыр, образовавшихся в государственном бюджете. Хургада готова рискнуть в этом направлении, и больше половины местных отелей будут снижать цены. Насколько это возможно? Думаю, до июня будет именно так. Предприниматели бросят последние силы, чтобы привлечь туристов, а лучше скидок это ничто не сделает. По сути, это игра ва-банк. Многие отели на грани банкротства, но готовы рискнуть, как в последний раз. Пока же египетские власти делают все возможное, чтобы первые после пандемии гости не почувствовали себя обманутыми. Накануне проверку на высшем уровне провели в аэропорту Хургады. С инспекционной поездкой в воздушную гавань посетили высшие должностные лица страны. Детально были изучены залы вылета и прибытия, магазины беспошлиной торговли, зоны хранения багажа. Особому контролю подверглись принятые меры безопасности внутри и за пределами аэропорта. По заявлениям проверяющих, уже сегодня курортный город готов к прилету гостей.